иваново привлекает внимание хотя бы тем что является одним из городов золотого кольца что правда было не сразу а также имеет статус города невест иваново город расположенный на берегах реки уводь с населением 404 тысячи человек забавным кажется тот факт что город имеет также неофициальные названия среди которых такие как русский манчестер красный манчестер родина первого совета вот и очередные мифы в каком же месте иваново это манчестер родина первого совета откуда такое пошло самое интересное что из тех кто так назвал этот город ни один человек в манчестере и не был однако имел о нем представление как о городе наполнены многоэтажными фабриками где постоянный гол работы этих фабрик и большое количество крутых предпринимателей на дорогих тачках и так как иваново тогда располагал большим количеством фабрик его так и прозвали если говорить о мифе родины первого совета то дело было так во время беспорядков в 1905 году на берегу реки талка был избран координирующий орган он же совет потом забастовщики были арестованы и про ивановские советы уже забыли город насчитывает 7 высших учебных заведений среди которых политех химико-технологический университет энергетический и ивановский государственный университет а также медицинская сельскохозяйственная и пожарно-спасательной академии состоит город из четырех районов фрунзенского октябрьского советского и ленинского где проживают больше всего людей чем примечателен иваново помимо невест еще когда иваново имел название не просто иваново а иваново-вознесенск здесь активно развивалась текстильная промышленность и за действительно качественными тканями едут как раз сюда кстати тот факт что на фабриках по производству ткани работали в основном девушки и породил слух о том что именно в этом городе много невест что впоследствии закрепилась после песни ну чем мы не пара в исполнении андрея миронова фильме честный умный неженатый где мелькали такие строчки так и знай я уеду в иваново а иваново город невест но кстати говоря город невест это уже скорее миф или просто стереотип ведь сейчас количество девушек в городе не такое большое каким было раньше пожалуй иваново город для тех кто интересуется памятниками архитектуры здесь их великое множество и 14 из них имеют федеральную категорию охраны на данный момент в городе широко представлена архитектура авангарда которая насчитывает около 50 зданий среди которых и дом подкова и дом корабль и здание и всельбанка и даже железнодорожный вокзал для любителей старинных церквей к сожалению не самые приятные новости почти все они были уничтожены при советской власти и сейчас город насчитывает их лишь пять казанская или инская и владимирская церковь преображенский собор и веденский храм если вы любитель поизучать исторические памятники то иваново располагает и ими это памятник борцам революции мемориальный комплекс красная талка и другие достопримечательности здесь не так много как например в том же владимире однако есть фишки которые принадлежат только иваново хрустальная туфелька невесты которая представляет собой каркасную цветочную композицию расположенную между трех институтов высших учебных заведений здесь же рядом расположена и здание музыкального училища неудивительно что здешняя автобусная остановка носит название студенческая что касается культурной жизни города то здесь расположены три театра драматический музыкальный и театр кукол 4 кинотеатра и несколько музеев в городе также есть местный цирк филармония и зоопарк иваново тоже славится тем что здесь периодически проходят такие культурно-разлагательные мероприятия как международный кинофестиваль зеркало торковского каждый год в конце мая межрегиональный рок-фестиваль антифабрика целью которой является популяризация рок-музыки среди молодежи областной фестиваль конкурс рок-музыки рок-фестиваль а также такие интересные где-то забавные мероприятия как сбежавшая невеста в иваново достаточно много и ночных клубов которых можно провести время весело например мохито или рок-клаб